Валерий Седов Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий уходит в отставку. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает одно из проправительственных изданий. Наши источники информацию косвенно подтверждают. Впрочем, официально об этом должны объявить завтра. Напомним, на своем пока единственном стриме в Рио губернатора Павел Малков жестко раскритиковал руководство Минздрава, назвав отрасль, цитата, «в ужасном состоянии». Система организации здравоохранения не работает. Конец цитаты. Завтра же, как считают в издании, должны объявить имя преемника Андрея Прилуцкого. 1200 человек из Рязанской области отправил служить сезонный весенний призыв. И пусть в абсолютных цифрах новобранцев стало меньше, план в районном военкомате называют выполненным. Куда поедут служить парни, знает Герман Гущин. План по отправке новобранцев в Рязанской области почти выполнен на 100%. Ребята будут служить в основном в Западном и Южном федеральном округе. Этот призыв показал, что все нормально, ребята в армию идут. Ну, охотно, неохотно. Здесь вопрос такой риторический, потому что в любом случае это изменение жизненных устоев. Вчера это была сессия, был студент с таким графиком, свободным графиком. Сейчас это воинский коллектив со своими устоями, с интенсивной боеподготовкой. Ну, конечно же, это многих настораживает. Но в основном, конечно, идут, потому что понимают, что армия нужна. Сборный пункт. Стартовая точка. Как говорится в известном ролике, Минобороны твоей новой жизни. Именно здесь новобранец получает первое звание. Личный жетон и военный камуфляж. Куда ему ехать, по сути, решают в медкомиссии. Именно врачи назначают так называемую категорию годности. Здесь же, на сборном пункте, парни проходят специальный психологический тест. На сборном пункте Рязанской области происходит непосредственно тестирование для определения уровня нервно-психической устойчивости призывников. То есть способность их в дальнейшем реагировать на какие-то неожиданные изменения обстановки. Он влияет на то, в какие войска в дальнейшем попадет призывник. Соответственно, если у него высокий уровень нервно-психической устойчивости, он способен преодолевать какие-то препятствия, то, соответственно, он попадает в более элитные, скажем так, войска. После прохождения специальной медицинской комиссии и психологического отбора призывников отправляют на сбор биометрических данных. Через вот этот специальный аппарат в базу данных вносят отпечатки пальцев и рук. Я с СССР. Пришла повестка, прошел комиссию. Вот, приехали сегодня проходить тесты в медкомиссию. Будет известно, в какие войска я попаду. Хотелось бы, чтобы я попал, наверное, поближе к дому. Родители отреагировали. Ну, да хорошо они отреагировали. Ну, все переживают. Когда человек занят, будут пролетать незаметно. Весеннюю призывную кампанию называют одной из самых тревожных не только для новобранцев, но и для их родителей. По словам военного комиссара по Рязанской области Олега Серкеза, опасения напрасны. Срочников на спецоперацию не отправляют. Военнослужащих по призыву категорически нет. Верховный Бланкович неоднократно говорил, приказ министра обороны. Поэтому наши парни с Рязанской области, ушедшие по призыву, не поедут. Существовал такой смешанный принцип комплектования, где в одном подразделении проходили службу военнослужащие, находящиеся на должностях по контракту, на сержантских и солдатских должностях, и военнослужащие по призыву. Они оттуда изъяты военнослужащие по призыву. И сейчас военный комиссариат проводит работу с гражданами, пребывающими в запасе, по комплектованию таких подразделений теми гражданами, которые изъявили желание добровольно участвовать в специальной военной операции. Вот их мы тоже ждем к нам в военкомат. Пойти служить по контракту вместо срочной службы призывник может только после подписания двухлетнего контракта. И только после учебки. Такие, кстати, тоже есть, говорят в военкомате. Весенний призыв в Рязанской области на финишный прямой. Завтра из региона отправят служить сотню человек. Последнюю в этой компании. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания Горд. В эти выходные на ночных улицах Рязани было шумно. И дело тут вовсе не в хулиганах. Жители города чествовали бойцов Росгвардии, которые вернулись из командировки в зоне проведения спецоперации. В автобусе сводный отряд Росгвардии. Они участники спецоперации по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Вернулись в полном составе. Бойцов встречают родственники и друзья. Не скрывая своих эмоций. Сводный отряд встречают представители правительства, собственное начальство, ветераны службы, сослуживцы и родственники. Бойцам передали слова в Рио губернатора. Павел Малков поблагодарил сводный отряд за мужество и четкое выполнение задач. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, начальник регионального управления Росгвардии, генерал-майор полиции Виктор Лачев, вручил участникам спецоперации медали Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, медали за отвагу, очередные специальные и воинские звания. Виктор Лачев поблагодарил бойцов за добросовестное выполнение задач, героизм и самоотдачу. Сказал спасибо и командирам. Отдельные слова благодарности были семьям сотрудников и военнослужащих. По традиции присутствующие почти лиминуты молчания память погибших при исполнении служебных обязанностей и возложили цветы к мемориалу. Сейчас бойцы сводного отряда отдыхают в кругу семьи. Заслуженно. Впрочем, это все-таки отпуск, плановая ротация состава. Совсем скоро сотрудники Росгвардии продолжат выполнение служебно-боевых задач. Своего последнего слова в СВО они еще, получается, не сказали. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В Сасово сломали арт-объект. У надписи «Сасово-95», где часто фотографируются туристы, разбили две пластиковые буквы «С». Вандала задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний рязанец. В Сасово он приехал погостить. Теперь злоумышленнику предстоит возместить ущерб. Да и к ответственности его все же привлекут. Гулял по городу, хотел сфотографироваться с арт-объектом Сасово, 95 лет. В случае чего сломал его. Отвалил две буквы. Содеянным раскаиваюсь. Ущерб возмещу в полном объеме. Мошенники снова обрывают провода. В этот раз снова легенды. Теперь они представляются не сотрудниками банков, а сотовых операторов. Как работает новая схема и чего стоит опасаться, расскажем далее. Если раньше в основном звонили из банков, то теперь это уже сотовые компании. Впрочем, мошенники по-прежнему представляются сотрудниками службы поддержки, крупного оператора сотовой связи. А значит и абонента они беспокоят якобы не просто так. Мошенники сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. И чтобы избежать этого, необходимо набрать на телефоне комбинацию цифр. В результате подключается переадресация вызовов и текстовых сообщений, в том числе с смс-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковскими счетами и похитить деньги. Легенда может быть разной. Сегодня речь о номере, который скоро перестанет действовать. А уже завтра вам сообщат, что договор об оказании услуг связи нужно переоформить. Сюда же звонки с предложением поменять тарифный план, отключить платную услугу или работа по заявке о смене оператора. Да и неважно, какая причина, говорят сотрудники банка. Задача мошенников – либо убедить человека подключить переадресацию, либо получить код от входа в личный кабинет, чтобы сделать это самим. Если вам позвонили злоумышленники и предлагают вам набрать комбинацию цифр, прервите разговор и самостоятельно позвоните оператору мобильной связи. Номер, как правило, можно найти на официальном сайте. Про старые схемы тоже не стоит забывать. Сотрудники банка рекомендуют сбрасывать звонки от якобы службы безопасности банков. Даже если на другом конце провода пугают, что деньги вот-вот уйдут. Повесьте трубку и перезвоните в банк сами. Мошенники уже обнаглели настолько, что звонят и предлагают помочь с похищенными деньгами. Или вернуть их. Просто помните, что сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают паспортные данные или трехзначный код с обратной стороны карты. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания. Город. В день семьи, любви и верности в селе Ласково-Рязанского района родине Святой Февронии ран утром был совершен молебен, а затем божественная литургия. Два года назад в селе был открыт памятник, который теперь, по сути, главный символ благоверности. Здесь же провели и благотворительную ярмарку спасения. Святые Петр и Феврония глубоко почитаемы в России, а в селе Ласково вдвойне. Феврония Муромская уроженка этого места. По преданию, она излечила князя Петра, и он взял ее в жены. Здесь символом верности и семейного счастья установлен памятник. Постоянно слышишь о том, что человек, который вступил несколько лет назад в брак, 3, 5, 10 разошелся со своей второй половинкой. Брак распался. Семья разрушилась. Где же секрет семейного счастья? Дело в том, что тот брак, которым мы восхищаемся, является результатом христианского отношения к жизни. И верность супругов друг к другу – это производная от верности Богу. Верность в этот день вообще была ключевым словом. Несколько семьям за это добродетель вручили епархиальные награды. Свою медаль получила и большая семья Иоанна Новикова. По словам священника, секрет долгой семейной жизни весьма прост. Счастье семейное? Любите друг друга. Тяготы носите друг друга. Немощей терпите. Ты будь счастьем. Мирские награды в День семьи и любви и верности получали в Центральном парке культуры и отдыха. Чита Рыжовых живет в согласии уже почти 40 лет. У них уже есть правнуки. И таких пар в области много. Наградили 10 семей. Всего такие медали в регионе получило 70 семей. А это говорит о том, что нам есть с кого брать пример. Нам есть к чему стремиться. И в регионе очень сильный институт семьи и брака. А завершил масштабное празднование в Зеленом театре хор Сретенского монастыря. Как еще один символ строгости и целомудрия. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова